Привет, подруги, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами очередной отчет беременности, и сегодня поговорим о 32-й и 33-й неделях моей беременности. Самое главное, конечно же, мое отправление к доктору на третий и последний скрининг беременности. И также эти две недели сильно выражено для меня, ассоциируются с планированием, с календарем, с тем, чтобы подготовиться к родам. Поэтому мы с мужем очень как-то вот скрупулезно сейчас подходим к тому, как спланировать наши даты. Естественно, главная причина этому, то, что мой муж находится в Санкт-Петербурге, а мы с вот этим маленьким человеком и вот этим маленьким вторым человеком находимся в Риге, и рожать мы будем тоже в Риге. Поэтому приезд моего мужа ко времени родов нужно очень четко спланировать. И в этом мне поможет очень крутой ежедневник-планер, который попал совсем недавно в мои руки. Называется «12 месяцев» и предназначен для молодых мам в первый год жизни малыша. Поэтому, собственно, и называется «12 месяцев». Сегодня, как раз-таки, перед тем, как рассказать о своих двух последних неделях беременности, хочу и показать вам, дорогие мамочки, этот планер, поскольку вы всегда спрашиваете меня рекомендовать вам самые лучшие продукты. Так вот, еще один классный продукт, который ранее я не замечала и как-то со своим первым сыном пропустила. Значит, называется «12 месяцев». Это очень классный планер, ежедневник, в котором, во-первых, есть сильно полезная информация о развитии ребенка в первый год. И особенно для молодых мамочек, которые стали мамочками в первый раз, это очень важно, поскольку мы всегда волнуемся, мы всегда хотим знать, как ребенок должен развиваться. Естественно, все дети индивидуальные, но здесь, по крайней мере, есть очень классные такие главные моменты и главные отрезки времени, когда нам нужно искать в нашем малыше те или иные навыки и развитие этих навыков. Есть очень полезные таблицы с самой нужной информацией. Также в этом ежедневнике есть статьи экспертов, которые в том числе помогут мамам с важной информацией. В этом ежедневнике есть активности для развития малыша на каждый месяц. И это очень-очень круто помогает понять, когда же нужно с малышом заняться той или иной активностью, чтобы не начать слишком рано, ну и также, чтобы не опоздать. Ну и сам ежедневник, он предназначен на 12 месяцев, он не датирован, 190 страниц. Для тех мамочек, которые любят ежедневники, которые любят планировать, которые любят записывать все самые важные данные, в том числе для, например, похода к педиатру, отметить, когда ребенок ел, сколько он ел, сколько раз он ходил в туалет и так далее, и так далее. В общем, очень крутая штука, моя рекомендация. Вся информация и ссылка на этот ежедневник будет в описании этого видеоролика. Ну а мы с вами можем наконец-то поговорить о 32-33 неделе моей беременности. И как я уже сказала, есть самые главные моменты, которые стоит отметить, если говорить про эти недели. Первое – это наш скрининг. Я попала в прекрасную клинику к замечательному доктору. Она попросила все данные первого и второго скрининга, поскольку ей были нужны некоторые показатели вот именно этих двух первых скринингов для того, чтобы максимально точно сделать свои расчеты и свои замеры третьего скрининга. С малышом все в порядке. Малыш очень здоровый, все показатели в норме, и действительно нет никаких замечаний и нет никаких волнений в этом вопросе. Также шейка матки закрыта, длинная, все находится на своих местах, плаценты на своем месте высоко и хорошо, околоплодных вод в достаточном количестве, немало, немного, и в целом все в порядке. Когда я пришла на этот скрининг, я не стала рассказывать о своих предыдущих походах на УЗИ, о том, что мне говорили доктора, потому что мне было важно, чтобы этот доктор дал вот свое независимое заключение и ни на что более не опирался. Ну вот только официальные бумаги, официальные показатели первых скринингов. И она сказала ровно то же самое, что и сказала доктор в Санкт-Петербурге, что мой малыш большой малыш. Первым делом она спросила, большой ли был первый ребенок. Я сказала, ну да, он родился 4 килограмма, без 10 грамм, ну это уже не важно. Говорю, да, достаточно большой, эпизиотомия, в общем, рожать было непросто. Ну и носить тоже было непросто, она сказала, ну вот. Второй тоже большой. И ровно так же, как в Санкт-Петербурге, она мне сказала, что он опережает свое развитие ровно на 2 недели. То есть он вместо того, чтобы быть порядка полутора или до двух максимум килограмм, он уже весит сейчас 2,5 килограмма, что очень много. И, как правило, это характерно 34-м неделям развития малыша. Ну, у нас на момент скрининга было 32 полных недели, то есть мои недели меняются по воскресеньям, а на скрининг я пошла в понедельник. Она посоветовала и дала свою рекомендацию сделать контроль на УЗИ в 38 недель и сказала, что вполне возможно мой гинеколог и специалисты в роддоме могут принять решение о том, чтобы заранее стимулировать роды, то есть не дожидаться до 40 недель, а уже на 38 неделях стимулировать роды и, в общем, сказать, малыш, давай пора на выход, иначе маме будет очень тяжело тебя рожать в 40 недель. Ну и в целом, когда плод очень-очень большой, то все дело может закончиться, ну не только эпизиотомией, а кесаревым и так далее. Это было бы совсем нежелательно. То есть я бы хотела все-таки рожать сама и обойтись без кесарева. Хотя я абсолютно не настроена категорично против той же самой стимуляции. Это вопрос, который в первую очередь должны принять профессионалы, то есть это врачи, и я уже как здравый пациент буду прислушиваться и принимать свое решение. Но пока мы остаемся на том, что мы ждем 38 недель, делаем контрольные УЗИ, контрольные замеры, ну и будем дальше принимать эти решения. Естественно, что УЗИ может ошибаться, об этом я знаю, и доктор тоже в курсе, но видя ее подход, как она рассчитывала математически, там все вот эти свои показатели, и зная, что мой первый ребенок был крупным малышом, я все-таки склонна полагать, что эти замеры в этот раз достаточно аккуратные. Что еще мне было очень-очень важно, интересно во время этого УЗИ, этого скрининга, посмотреть на личико малыша. И, конечно же, на таком большом сроке вполне возможно, что личико малыша уже будет не видно. А все потому, что места для ребенка становится все меньше и меньше, он зачастую упирается в плаценту, ребенок уже поворачивается спиной, то есть к животу мамы, то есть получается лицом к спине мамы, и, ну, просто ничего не сделать, личико закрыто, его не видно. В нашем случае оно, собственно, так и было. То есть ребенок, как доктор моя сказала, он сделал все, чтобы его не сфотографировать. То есть, во-первых, он отвернулся, во-вторых, он прикрылся руками обеими, обеими ногами, пуповиной, и еще уперся личиком вот прям в стенку матки, и все, и хоть и тресни вот между стенкой и ребенком. Нет пространства, нет воды, то есть нужна жидкость для того, чтобы УЗИ увидела очертания лица, и можно было бы сделать 3D-картинку. Так что он сделал абсолютно все, чтобы мы это изображение не получили. Я, конечно же, расстроилась жутко, потому что мне очень-очень хотелось посмотреть на его личико, как он развивается, как оно изменилось с первого раза, когда нам удалось это изображение получить, и, что немаловажно, я хотела понять, похож ли он на своего старшего брата. Ну и, конечно же, показать это все своего мужу, и показать картинку вам. И, кстати, перед УЗИ я съела шоколадку. То есть, я знаю, что мой ребенок начинает усиленно шевелиться, если поесть сладкого и дать ему, так сказать, небольшой допинг сахара. То он начинает как-то активизироваться и шевелиться в животе. Так что свою шоколадку я съела, но это нам, к сожалению, не помогло. И доктор сказал, ладно, не расстраивайся, давай сначала мы сделаем скрининг, сделаем все замеры, потом постараемся его еще немного потормошить, еще немного поуговаривать, чтобы он все-таки позволил нам сделать это изображение, эту фотографию. Он все еще сильно сопротивлялся, но в последний момент вот мы как будто бы, ну вот правда, мы его достали. Он скривил свое личико, даже есть одно изображение, где он сильно недовольный, вот прям, знаете, вот я вот так на него посмотрела и подумала, да, действительно, на брата ты похож. Ну и по итогу я изменилась, сказала, малыш, прости, пожалуйста, нужно. И он как будто бы понял, что мы от него не отстанем, и он в одну секунду просто убрал обе руки, убрал обе ноги, пуповина куда-то уплыла в сторону, и он развернулся, и как маленький красавчик, как модель, показал нам свое лицо, и мы смогли сделать несколько изображений. И вот они, наши заветные. Я вам хочу сказать, что, ну, слушайте, вот, рэм, копипейст, я еще добавлю здесь в экране и рэма тоже изображение, но я могу сказать, что в принципе, можно, наверное, и не говорить вам, на какой фотографии, на каком изображении рэм, а на каком его младший брат, вот здесь он был сильно недоволен, и сказал, ладно, так уж и быть, покажусь вам. Вот так оно выглядит. Губы, нос, в общем, делаю вывод, снова ребенок похож на маму, и будет, скорее всего, очень похож на своего старшего брата, поскольку старший брат, действительно на своих УЗИ-изображениях выглядел приблизительно так же. Здесь он еще прятался, но все равно личик, носик, вот эти губы, губища, я бы сказала, они прекрасно видны. Конечно же, самое важное, что вот это личико, оно здоровое, оно хорошее, без каких-либо дефектов, и изъянов, и проблем, и сложностей, и так далее, и в целом видно, что ребеночек, он здоровый, у него все хорошо, чувствует он себя прекрасно, сердцебиение стабильное, также нормам соответствует, ну и как бы я с большим таким облегчением, с радостью, ушла с этого УЗИ. И несмотря на то, что вот есть шанс, что мой ребенок будет снова крупным, есть шанс, что нужно будет стимулировать, ну и как-то, в общем, с этим нужно будет разбираться, я на самом деле удивительным образом, ну вот нет у меня ни страха, ни волнения, нет какого-то такого, знаете, ну я не знаю, тремора по поводу вот этой всей ситуации, по поводу родов и так далее, я вот прям очень спокойна. Единственное, что у меня в голове крутится, это то, что у меня была какая-то всю беременность, навязчивая мысль о том, что этот малыш родится раньше положенного срока, если Рэм родился ровно в свой ПДР, ну по крайней мере схватки начались ровно в дату предварительных родов, и на следующий день он родился уже ночью, ну раннее утро, наверное, да, можно сказать раннее утро, то в этом случае у меня вот прям есть какая-то чуйка, и была всю беременность, что этот малыш родится ранее. В связи с этим, конечно же, мы с мужем начали усиленно обсуждать дату его приезда, и договорились на 9 сентября, ПДР на 19 поставили, и в общем будем надеяться, что все будет вовремя, он успеет, и мы будем рожать вместе ровно так же, как и в первый раз. Ну а пока я его жду, что происходит с моими симптомами беременности, как же мы ходим? Живот мой в полные 32 недели выглядит вот так вот, ну достаточно большой, в целом, мне кажется, сильно не поменялся с прошлой недели, когда я вам его показывала. Все еще ходить очень тяжело, но я как-то уже, наверное, просто-напросто привыкла. Единственное, что, наверное, вот так вот усиленно добавилось на этих неделях, это первое, у меня жуткий рефлюкс, особенно вот перед сном, и это большая-большая, ну такая, не то чтобы проблема, но дискомфорт жуткий, потому что даже если я не ем там за час, за полтора, за два часа до сна, все равно мне нужно засыпать полусиде, для того, чтобы этот рефлюкс не разбудил меня буквально через час, содержимым моего желудка, пищевода, и вот когда это все поднимается, и ты начинаешь просто-напросто захлебываться. Ровно так же было и в первую беременность, место, очевидно, становится все меньше и меньше, и поэтому эта ситуация усугубляется. Ну и когда содержимое желудка поднимается в пищевод, то, естественно, начинается жуткая изжога, которая уже потом, проснувшись, вот прям не дает мне уснуть, и создает большой-большой дискомфорт, и очень, ну вот как-то вот тяжко становится, потому что в целом ни рефлюкс, ни изжоги мне не характерны, и я никогда не страдаю от этих расстройств пищеварительной системы. А сейчас это вот прям моя ежедневная история, которая мне действительно мешает. Также к этому добавилась беременная бессонница. Все чаще-чаще я просыпаюсь, будь здоров, ранним утром и с трудом засыпаю. Благо, пока у меня нет судорог, то есть ноги не сводят, но единственное, что мне нужно, обкладываться прям подушками, для того, чтобы найти приемлемую и удобную позицию для сна на одном или на другом боку, и для того, чтобы не болели мои тазобедренные кости. Они болят очень сильно, поэтому у меня всегда между ног три подушки, и это, в принципе, единственная поза, в которой я могу спать под животом. Также у меня моя беременная подушка, это подкова, ну и спиной, под спиной, под головой, везде у меня вокруг подушки. Я вот в таком облаке сплю, и это на самом деле спасает очень сильно. И последняя важная вещь, которая касается моей беременности, это пигментация. В моих прочих видеороликах в комментариях вы спрашиваете, Датя, что у тебя с лицом? Ну и в целом, сегодня я специально не нанесла майкап, для того, чтобы показать вам, что же у меня с лицом. Единственное, что хочу попросить подруги, когда вы комментируете, задаете такие вопросы, постарайтесь быть немного более снисходительными, немного более тактичными, и, ну, как-то жить с мыслью, что, наверное, ни одна женщина не мечтает о пигментации или гиперпигментации на своем лице, и уж точно это не вопрос того, что я вот прям как женщина, знаете, расслабилась, больше не ухаживала с собой, и мне уже стало все равно, как я перед вами показываюсь на камеру. Абсолютно нет. Я не наношу майкап зачастую просто для того, чтобы вы видели, каким лицо на самом деле может стать во время беременности, поскольку, когда я беременела первый раз, я не знала о том, что существует вот такая вот история, как беременный шлем, да, когда пигментация у тебя по, как это сказать, по периметру, наверное, лица появляется и, ну, называется это беременный шлем. То есть пигментация на лбу, на скулах, на зоне подбородка, губы, рот, ну, и в общем, и все остальное. Со мной приключилась вот как раз-таки ровно эта ситуация, и эта пигментация во время первой беременности, она появилась. А во время второй беременности она тоже появилась, очень успешно, особенно с появлением солнца и с теплым временем года, то есть с летом, когда мы с ребенком проводим на улице все больше и больше времени. И я скажу, что даже SPF и крема, они не спасают, все равно эта пигментация себя проявляет. Вот здесь поближе тогда, наверное, покажу, как это все выглядит. Значит, вот пигментация у меня на лбу, вот такие два основных пятна вот здесь, то есть это обычно та зона, куда мы наносим бронзер для того, чтобы как бы создать вот этот эффект такой загорелой, красивой кожи. Потом мои скулы, тоже то место, куда мы наносим бронзер. Но это, в принципе, все вот такие вот самые высокие точки лица, которые находятся ближе к солнцу. И когда ты загораешь, если ты загораешь лицом, то эти места загорают первыми. Потом нос, дальше у меня жуткая пигментация вокруг моего рта, то есть здесь у меня такие исключительно выразительные пятна. Ну и в целом вот щеки, они такие красные, и под, вокруг рта тоже, и контур моих губ. Вот единственный позитив, наверное, в этой ситуации для меня, это то, что всегда у меня контур губ, он загорает, и губы, получается, если вот ничего не наносить, ты видишь, что они такие розовые, ну, достаточно темный оттенок у меня губ, я в принципе смуглая. А вот контур, то, что мы обычно прорисовываем к радошам, он прям чернющий, и особенно во внешних уголках рта. Ну и в общем, вот такая вот красота у меня с лицом сейчас происходит. Я предполагаю, что все это дело усугубится к концу беременности уже после родов, по крайней мере, так было в прошлый раз. Также, кстати, у меня начинает появляться черная полоска и на животе, вот длинная негра, она очень-очень такая тоненькая, еле-еле заметная, но я уже начинаю ее замечать. Ну и вот, в общем, с лицом вот такая вот история. Что же может помочь беременным и только что родившим женщинам, да и в принципе тем, кто мучается вот с этой гиперпигментацией? Во-первых, это не загорать. То есть делать все, чтобы лицо и зоны, вот где появляется пигментация, не попадали на солнце. То есть это SPF, это нахождение в тени, это может быть какой-то головной убор и так далее. То есть лицом не загорать. Если все-таки получается, что лицо мы загорели, эта пигментация появилась, то, конечно же, после родов уже можно прибегнуть к косметическим средствам, которые могут помочь осветлить эту кожу. И уж точно ко времени, там, например, зимнему, если постоянно наносить, например, гликолевую кислоту, витамин С, если мы уже не кормим, то это уже другие кислоты, которые отбеливают кожу, отшелушивают, отбеливают и убирают вот эту пигментацию, тогда, конечно же, все это дело становится намного-намного лучше ровно, опять же, до момента наступления теплого времени года и появления солнца на нашем небе. Поэтому здесь уже в целом, наверное, нужно думать о том, чтобы действительно контролировать очень сильно нахождение лица в солнечных лучах. Ну и есть еще некоторые косметические процедуры, которые можно делать. То есть это и лазер, и аппаратные какие-то процедуры. В моем случае я их не делаю, просто потому, что у меня фототип моего лица, если я не ошибаюсь, то ли четвертый, то ли шестой, я вот правда сейчас эти цифры забыла, но суть в том, что у меня он очень темный. И большинство самых эффективных аппаратных процедур косметологических вот в кабинете косметолога, они для этого типа кожи ну не работают, к сожалению. Поэтому в моем случае это только средства, которыми я могу попользоваться, ну и в общем может быть там кислотный пилинг и так далее, и так далее. Но это все естественно после родов и скорее всего после... Так, отдай. И после грудного вскармливания моего малыша. Так что вот, солнце как раз-таки вышло снова, рассказала вам, что же происходит с моим лицом, кому было очень интересно. Ну и в целом, многие подписчицы меня часто спрашивают, да, как у тебя дела с пигментацией, как справляешься и получилось ли все это дело поправить. Зимой? Да. Сейчас во второй беременности нет, потому что снова все это появилось. Но ничего, будем бороться. Это тоже одна из вот таких вот очень важных составляющих беременности, которая может женщиной приключиться и лучше, если мы об этом знаем. Ну а на сегодня с моей стороны это все. Весь мой отчет о беременности 32-33 неделя. Мы с вами очень-очень стремительно приближаемся к финишной прямой. Это очень радует, это здорово. Как вы видите, по моей улыбке настроение у меня тоже стало намного-намного лучше. И особенно с этим маленьким человеком мы адаптировали все наши активности для того, чтобы все-таки поберечь беременность меня и чтобы он был в максимальной безопасности и больше мы остаемся дома, меньше выезжаем на всякие там площадки и прочие активности просто потому, что мне за тобой не угнаться. Ну и ладно, ничего страшного, дома тоже у нас очень много всего и есть чем заниматься. Да, скажи? Ну вот, например, лицом играть. А пальцами? Давай пальцами. Пальчик. Ну вот так. Ладно, подружки, на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на следующей неделе во время следующего нашего отчета о беременности и прочих видеороликах на моем канале на ютубе. На сегодня с вами прощаюсь и говорю пока. Все. Всем доброго дня. Скажи пока. Пока, подружки. Давай. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok